Кому будет интересно, разошлёте, послушайте. Может быть моя информация будет кому-то полезна. Итак, давайте начнём. Всем привет! Меня зовут Евгений Ступин. Я живу в Приморском крае, в небольшом городке Арсеньев. Расскажу небольшую историю о том, как я начал этот бизнес, с какими трудностями столкнулся и как мы их тут преодолевали. Я в компанию пришёл, сейчас скажу, в феврале месяце, и первые два месяца практически вообще не работал, так как у нас с женой тоже бизнес есть. Я пытался с инструментами разобраться, как бы инструменты TalkFusion мы пытались применять в бизнесе. То есть с продвижением я практически не занимался. Но столкнулся с такой проблемой. То есть я подключился к человеку, который тоже купил этот сервис для того, чтобы свой бизнес развивать. То есть мне оказать какую-то помощь, скажем так, в развитии именно этого бизнеса TalkFusion, ну, никак не мог. Короче говоря, я четыре месяца топтался на месте, пытался там через ссылки работать и всякое разное. То есть было очень трудно. У нас тоже здесь люди, как бы, такие немножко отсталые в плане прогрессивных технологий. Поэтому, как бы, донести до людей, что это здорово, как бы, у меня тоже слабо получалось. Но, значит, с чего все началось, вот именно все такое движение? То есть я пытался все равно, как бы, ну, разработать именно систему. Потому что, если вы хотите действительно успеха добиваться в этом, да в любом бизнесе, как бы, я сам по образованию менеджер, вот я с красным дипломом закончил университет, руководил двумя предприятиями в прошлом. Поэтому, как бы, я знаю четко, что если у вас не будет системы работы, значит, ну, ничего не получится. Я пытался также через ссылки, через интернет работать, вот, отправляя ссылки, потом, как бы, но это все равно все не системно, потому что ты не знаешь. У нас на Дальний Восток презентации проходят очень поздно, вот. Проходят очень поздно, и поэтому, как бы, людей вывести напрямую презентацию онлайн, как бы, сложновато. Это у нас по времени, получается, 11-12 часов вечера уже, то есть ночью практически. Вот, показывать в записи презентацию, как бы, ну, это не очень эффективно, мне так кажется. Поэтому, вот, мы, как бы, с моей супругой обсудили этот вопрос и решили все-таки по системе Фомина работать именно в офисе. Ну, как бы, с нами ситуация, понятное дело, проще, потому что у нас бизнес был и офис у нас есть. Вот, то есть мы решили ежедневно в 6 часов вечера, допустим, да, вот людям удобно после работы там зайти, проводить эти презентации. Вот. И, как бы, машина тогда закрутилась. Но еще, конечно, немаловажный момент нужно учитывать, чтобы с вами в начале пути вы должны, вот, не знаю, там, как извернуться, но найти двоих-троих людей, которые бы были с вами единомышленниками. То есть, вот, допустим, хотя бы жена или, допустим, если это девушка, то супруг какой-то, парень, не знаю, который бы, так же, как и вы, увидели этот бизнес. И вот с этого, как бы, все начнется. То есть, допустим, с чего у меня началось? Есть, значит, у моей супруги есть двоеродный брат. Вот. Активный молодой парень работает агентом торговым, вот, по всему Приморскому краю ездит. Но он к сетевому маркетингу относился, ну, вообще никак. Он только услышал, что это сетевой маркетинг, нет, и все, вот, даже не подходи, даже не буду. Как бы, вот. И мне вот удалось до него достучаться, когда я начал уже презентовать как раз вот именно вот эту систему 2.72. Когда я ему показал, что за месяц можно заработать 800 тысяч рублей, при этом ты потратишь 250 долларов и приведешь всего двоих, у него тут крышу, конечно, подорвало. Я ему, конечно, объяснил о том, что, как бы, и компания суперлегальной технологии будет развиваться очень активно еще в ближайшие 10-15 лет. Поэтому, как бы, он, когда увидел эти деньги, у него, конечно, крышу подорвало. Он тоже говорит, что ты мне раньше вот так вот не рассказал об этом. Поэтому, конечно, огромное значение имеет то, какие люди вот вас окружают. И вам вот просто необходимо найти 2-3 человека, активных ребят, которые вот именно вот, чтобы так же поверили в бизнес, как и я. Вы понимаете, я 4 месяца топтался на месте, но я, как бы, у меня даже тени сомнений не было в том, что в этом бизнесе большие деньги, и их можно зарабатывать легко. То есть, когда, допустим, с этим, ну и он, и тебе начинает больше доверять в этом плане. Поэтому, значит, это второй момент. То есть, обязательно вы должны разработать для себя удобную систему. Это должно быть системно. То есть, ежедневно вы должны, как бы, почему вот офис, допустим, для России, я считаю, почему он выгоднее. Это можно проводить и не в офисе. Вы даже дома можете, домой к себе приглашать людей, это делать. Вот. Но главное, как бы, чтобы человек понимал, что он вот, допустим, в 6 часов вечера, каждый день, он может прийти, и тут будут люди, которые его поддержат. Вот тогда, как бы, ну, получается, ну, что человек понимает время, вот в определенное он может прийти и там увидеть своих единомышленников. То есть, ему тогда людей везти гораздо проще туда. Вот. Поэтому, как бы, вот мы вот на эту систему вышли, и у нас пошел результат. Вот. Следующий момент. Как мы проводим презентации? То есть, у меня много времени ушло на то, чтобы я научился, как бы, людям доносить, откуда же здесь все-таки берутся деньги. Раньше я, как бы, когда рассказывал о Токфьюжн, то я, конечно же, сам балдею от этого продукта, как бы, ну, прекрасно понимаю, насколько он здоровский, насколько он эффективный. Вот. Но люди у нас пока еще, ну, что мы можем сделать еще, пока, может быть, умственно, пока еще не доросли до этого продукта. Вот. И предприниматели, кстати, в том числе, они не понимают, что, вот они говорят, вот, есть у нас, и мы, там, вот, пользуемся этим уже давно, как бы, этими газетками, там, всякими листовками и всем остальным, как бы, и, вроде бы, как им этого хватает. Ну, вот, они пока еще не понимают. Но я понимаю, что все равно придет время, когда они и к этому придут, и будут раскупать наш продукт, как горячие пирожки, говорят, на рынке. Вот. Поэтому такая вот история. И тогда я начал, как бы, ну, на продукте акцент я на презентациях не делаю. Я, конечно же, рассказываю, ну, так, коротенько, вот, и когда уже вижу, что люди начинают немножко, как бы, грустить по поводу того, что они еще не понимают в этом продукте, вот. И тогда я тут же перехожу, как на этих технологиях можно зарабатывать. И здесь вот, естественно, тогда у всех интерес просыпается. Когда я доношу до людей, как можно быстро заработать деньги, причем я всегда говорю, не надо вам искать 200, там, 200-300 человек. Бизнес у вас будет, ну, развиваться. Посмотрите, вам нужно потратить 250 долларов и привезти два. Все. Представляете, в результате вы в конце месяца получаете 800 тысяч. Вот. Здесь, как бы, люди, конечно же, задумываются. Я говорю, даже если вы будете по ленивой схеме работать, ну, представьте, вы эти деньги заработаете за год, если вы будете целый месяц. Так, ну, давайте продолжать. Так, так, кто зашли. Молодцы. Я еще чуть-чуть у вас времени отниму буквально. Еще секундочку. Так, что, как бы, о чем еще хотелось бы рассказать. Да, мы вот сейчас активно собираемся развивать севера. То есть, концепция такая, как вот по Фомину. Мы сейчас хотим, значит, офисы пооткрывать в близлежащих городах, вот особенно на северах. У нас люди там еще, как бы, более-менее поспокойнее к этому относятся. Потому что понятно, что отпугивает людей. Ведь не секрет, что очень много компаний, ну, как бы, прошло, и они продолжают продвигаться, как бы, вот эти вот лохотроны, так называемые, да, финансовые пирамиды. Очень многие люди там потеряли деньги. И сейчас им, ну, крайне сложно, как бы, доказать, что, как бы, это чем-то отличается. То есть, и вот наша задача, допустим, да, сейчас, вот первая задача, ну, сколотить команду. Вот именно единомышленников, людей, которые верят в этот бизнес, да, и чтобы, вот, когда 20-25 лет, 5 человек таких людей собирается, тогда люди уже более спокойно к этому относятся. Они видят, что уже люди пришли, у меня вот ребята уже начали зарабатывать свои первые деньги. Они уже все себе карточки поназаказывают. Все, запись пошла. Ну, давайте, значит, продолжим, да. Я вот хотел вам рассказать, как бы, сейчас у нас концепция какая. То есть, мы сейчас вот здесь этот проект, как бы, ну, более-менее развиваем, да, вот, именно так, как мы делаем через офис. Вот, и потом, в дальнейшем, вот, ребята у меня агентами торговыми работают, они там активно, очень сейчас на севера. Там у людей мозги посвободнее, вот, и мы будем открывать офисы и там. То есть, обучать людей, которые будут проводить презентации. Потому что, вот что я заметил, какая ерунда. Люди у нас в России, немножко менталитет такой, любят они живое общение. Вот любят. Любят позадавать вопросы тут же, как бы, вот здесь, вот, прямо напрямую. Они должны видеть живого человека перед собой. Я вот это, вот, как бы, отметил себе. И поэтому, как бы, это еще один плюс. Вот, потому что я через ссылки тоже пробовал, говорю, но у меня, как-то, вот, слабовато. Ничего не получалось. Я, наверное, одного человека только мне удалось через ссылку, как бы, подключить. Вот. А здесь у нас команда выросла, я скажу, за неделю на 18 человек. У нас 18 человек подключилось за неделю. Вот. Мы начали работать буквально на неделе-полторы назад. Поэтому, как бы, результаты, думаю, хорошие. Вот. И дальше, вот, концепты, как вот Фомин говорил, мы, вот, делаем офисы в ближайших городах. То есть, обучаем людей, там, проводить презентацию. И так же системно, каждый день, чтобы человек знал, что в любое время может прийти и увидеть, там, своих единомышленников. Вот такая вот история. Ну, у меня, в принципе, все. Я вот жду вопросов. Если кому-то что-то интересно, пусть задают, Дим. Да, задавайте вопросы. Наверняка что-то есть. Какие-то можно даже не в тему. Ну, да. Кто первый, не знаю. Меня слышно? Да, да, слышно. Конечно, конечно. Я хотела узнать. Вот первое, что у меня у девочек. Я просто не с самого начала вошла, да? Не с первого слова. Очень интересная тема. Можно... Мы сейчас практически вот с кем мы не сталкиваемся, да? Вот с чем вы приходите к людям? Во-первых, вы где берете этих людей чисто через знакомых? Ну, конечно. Сейчас мы пока теплый рынок отрабатываем, естественно. Да. Но получилось так, что мы уже теплый рынок отработали. Если можно так сказать. Сейчас взяли за тех, кто вот по объявлениям, но мы приходим, знакомимся. Первое, что мы просто предлагаем, как бы их, познакомить их с новым сервисом, с новыми возможностями. Это два-то разного рода люди, разные, как бы, источники. В основном это, как бы, какие-то объявления, люди хотят себя продвинуть. Значит, у них уже в голове есть идея своего собственного какого-то бренда, что ли, я не знаю. Вот. И мы стараемся их с ними встретиться. И на месте показываем им возможность этого сервиса. Как бы, ну, презентацию. Ну, то есть, акцент делаете на продукцию, все-таки, да? Я так понимаю. Вы знаете, я, честно говоря, как бы, вот, мы просто столкнулись с тем, что нам хотя бы, вот, подряд, да, подряд несколько человек, Роза, не даст оврать. Мы просто разговаривали, как бы, когда приходим с людьми разговаривать, очень много людей спрашивают, а кого вы уже, кто уже этим пользуется? И у меня было несколько случаев, когда я предлагаю человеку бизнес, а он говорит, этим никто еще не пользуется. Да масса вариантов. Вот смотрите, я, например, взял вот и в Артиденте прямо вот на форме подписки прямо подписался, и мне письма сейчас от Артидента идут. Вот, я говорю, вот, пожалуйста, стоматологическая клиника, вот, очень активно используют, допустим. Можно найти несколько, скажем, вот, уже известных людей, которые пользуются этим всем, прям подписаться туда, и все, прям в форме подписки. Прям показывать людям, вот смотрите, письма, вот такие вот приходят мне от этих компаний. Вот и все. Вот это, да, вот это интересно. Да, 3-4 компании выбрать и подписаться, и прям показывать наглядно. Сайт этих компаний, которые пользуются, прям в форме подписки, подписаться, и все, и вам будут эти письма. Их сайты можно показать. Жень, если не сложно, в чат скинь информацию по артиденту и какие-то есть сайты. У нас как-то слайдовая презентация, там есть клиенты нашей компании, да? Да. Вот берите российские, которые есть, выходите на сайт, прям подписочку оставляете, и всё, и вам письма приходят. И тут же показывают. Да, да, да. Да, чтобы не искать, Жень, скинь, пожалуйста, в чат общий, кто пользуется. Ну, там, 3-4 компании, если есть, какие у тебя. Ну, хорошо, ладно. У меня сейчас, ну, как бы, нет, у меня дома на компьютере, как бы, есть... Ничего, мы найдём, найдём, иди, мне ради Бога, это не сложно. Да, это не сложно, это вот такие слайды. Ну, да, вы найдёте, я просто к тому, что в общий чат всё равно скиньте, чтобы, ну, народ тоже видел. Хорошо, вот я знаю, что, артистянам точно есть, там, форма подписки нашей стоит. Там, подписаться, и они мне... Поэтому, как бы, здесь тоже есть выход. У вас есть люди, которые не работают в офисе, а работают сами в доме? Потому что, как бы, я слышала такие истории, когда люди начинают в доме работать. Ну, в своём. Нет, у меня, вот, начали команды. Я знаю, что здесь ещё кто-то работает, они тоже работают в офисе. Как бы, ну, я просто говорю, как вариант. Например, смотрите, если по нашей вот, по этой системе работать, да, то, ну, масса вариантов. Есть, видите, конференц-залы сдают, допустим, очень, у нас недорого, например, 400 рублей в час. Вот, сейчас у нас уже, как бы, народу многовато приходит, мы вот уже подумаем, как бы, в конференц-зале или офис побольше снять. Вот, можно в конференц-зале, да, в конце концов, начать можно действительно из квартиры. Я говорю, главное, вот, на что я понял, что людям нужна система.